всем привет во время сегодняшней игры хотелось бы обсудить некоторые моменты на которые меня прежде всего жена натолкнула и стал играть реально как начинал 20 игр вот этих от чемпионс когда выигрывал 20 0 это конечно нервов много стоило в общем я начал по себе замечать что у меня растет от этих игр вес хотя четыре раза в неделю хоккей играю плаву до четырех километров и все равно вес начал расти я обратился к эндокринологу чем-то как всегда ничего нет все показатели в норме вот но в какой-то что-то вот с организмом не то и потом я начал же сам изучать по что врачи не понимают я обнаружил такую причину вот просто ребят напишите у кого это есть вот когда вот вот эти матчи прямо от хат чемпионс особо на там 11 побед 1315 нужно прямо такая какая-то идет выделение адреналина такая идет немножко может быть такая адреналиновая потливость такая спортивная ладно когда это вот сыграли хоккейный матч и забыли когда это длительное время играет кто много прямо играет но скажите у кого как это сказывалось на здоровье просто даже интересно сравнить у меня вот прямо сердце колотилось по на колотится ночью в общем что-то что-то есть что я не разобрался я буду разбираться обязательно хочу эту тему поднять может быть надо предупредить предупредить ребят пока не поздно что может быть надо меньше играть вот я перестал онлайн игры играть чтобы не получать вот этого тревожности симптома так что пожалуйста напишите именно вот никто с компьютером там для удовольствия вот эти онлайн игры с целью прям вот там 13 15 побед чтобы был соревновательный дух есть такая вот адреналин и как-то негативно влияет на ваш организм потому что я чувствую что он не очень влияет вот причина какая кстати да я же не рассказал в общем какой-то кортизол выделяется или карнизол даже даже не знаю как не помню как он называется точно это неважно эти названия в общем когда он снижается что-то происходит ну например например витамин b перестает усваиваться он как-то там на все влияет в организме так как я не врач не могу так четко рассказать большимся симптомы у меня какие например когда я вот так поиграя конкретно основательно и прямо ложусь спать сердце прямо стучит вот так вот вот эта тревожность напряжение как будто после вот этого матча вот она она остается в общем хочу изучить этот вопрос прямо разобраться в нем но и конечно вам сразу расскажу может быть надо как-то здоровье свое поберечь есть под сам до нас без разницы поверьте мне им главное вот эту игру продать и чтобы мы купили кит набор может быть даже за донатили вот это их цель так что прошу вас ребят кто вообще может быть врачи док доктора какие то есть кто вот в этом уже изучал кто чего знает пишите буду собирать информацию в интернете уже много вычитал там конечно какие-то такие у меня жена в этом разбирается так но для меня вот эти все вещества которые там выделяется когда мы играем когда мы получаем адреналин что там происходит для меня конечно тяжеловато но будем разбираться еще раз напомню что почему как я это заметил я в принципе еще по соревнованиям замечал когда я занимался соревнованиями уже мы уже в реале так сказать выигрывал их я тогда заметил что такая тот адреналин реально выделяется но это ладно соревнования матч сколько там у меня шоу ну два часа до веришь это ладно выигрывал забыл проиграл забыл чемпионат россии например раз в год таких про манировал частых не бывает ну вот а здесь получать понимаете да 10 матча сыграли в день 10 раз получили вот эти нервы мать сколько здесь минут 20 идет представляете какое количество намного больше чем реально профессиональные спортсмены получают жизни намного больше где эти изучение как это изучено особо не изучена только так поверхностно все в общем в общем снижение как выделяется или снижение этого кортизола карнизола что-то с ним связано подавление витамина b симптомы тревожности затруднение дыхания адреналина вот эта потливость извиняюсь за такие термины но что делать надо разобраться как это влияет на здоровье быть может детям кто расскажет не надо столько играть какие ну вот но это все такие признаки первостепенные что дальше потом то есть меня от этого сон пропадал не мог нормально спать вот то есть до трех не мог уснуть например тоже кому это интересно тему подскажите мне тоже как ладно у нас матч скотт баттлс вот я играю с компьютером чтобы не напрягаться вот так скажу тут мягче без разницы на тем более как с компьютером легко играть да фифу я играл тоже вот здесь матч этих а чемпионс фифе у меня там уровень слабенький я так только команду себе набью просто таких для души приятно что было особо не заморачиваюсь но там тоже если какой-то матч играю с человеком и такой на тоже я замечал эти тоже симптомы вот это выделение адреналина тревожности может быть кто-то проще относится я многих знаю кто переживает за матч и расстраивается играть не хочет потом то есть может выкинуть куда-нибудь вы живые же люди все у нас гол отличился капризов напоминаю что для максимального количества очков я уже тут все обучалки снял возможно сто раз одно и то же уже говорил тысяч очков плюс 5 голов 20 бросков обязательно броски не забывайте как-то когда хотела попасть так первое второе место за склад баттлс как-то занять играл играл потом не раз в конце дали меньше очков за мальчем чем чем я ожидал потом когда я начал разбираться не сделал 20 бросков а почему не сделал потому что например забью 10 голов и в джойстик кладу и иду своими делами заниматься понятно что в 10 голов можно завить и не 10 броску бросками а 12 или 11 не хватало этих бросков очков давали меньше и еще то вторую мысль я потерял не сеном марк миссия на выбрасывание думал дешенцем да что мне в этой кстати серии не нравится вот эти кистевые броски как реально исполняет мастера в нхл здесь они не похожи на правду часто в артерианики бросают сделали бы мимо ворот почаще и в общем по реалистичнее а то не очень это все как вот кстати попался компьютеру сейчас именно цепки знаете боя такие да кстати я еще так когда ухожу один в один всегда раньше выигрывал они удобные удобные уголы а сейчас я просто доль ворот чаще стал приезжать легче то забить особенно макдэйн на скорости наверно это повышает результативность так грецкий в этом сезоне не выпал что прошлом он выпал под конец что в этом да и вот миссия карта как она называется икона да очень мне в этом году понравилось на в том году такая сильно не было мне было миссия карточка в этом году промоут интересный игрок причем он 89 у меня с бомжами игры не забывайте ребята слышали что какая-то компания типа канами или кто-то собирается делать хоккей альтернативный и 4 новость где-то проскакивала я помню что году 2000 но может быть шестом-седьмом были вот хоккей и что-то типа вот как пес помните такой симулятор фифы есть да сейчас сейчас будет пес делать еще один футбольный симуляторы потому что куда они делись вообще фифа в наглее без конкуренции и по-моему они что-то с хоккеем хотят связать надо же так тоже мне карточка это нравится здоровый парень корпусом легко закрывает и не сдвинуть его так ребят еще хотел сказать я в жизни активированный углом занимаюсь работаю с крупнейшим заводом в индии если кому интересно обращайтесь на это где уголь активированный используется водоподготовка очистка газа нефти так уже компанию прошлом году открыли уже заказы пошли в общем обращайтесь может какие-то общие интересы найдем а удивительно что в таких сферах если я так спрашиваю совсем ну в шахматы вот я играю и человек использует активированный уголь водоподготовка водочистка так у нас второй период раньше мне как-то легко игры давали сейчас дотерпеть довести до конца игру это уже год уже не те тянется все это очень долго и может быть если так легко не выигрывать а так стараться победить наверное как-то игра по разнообразней было может быть интереснее было бы еще я заметил в этой серии мало головосцы шелчков залетает как в жизни в реальной по моему чуть побольше должно залетать или хотя бы щелчки как-то вот этот щелчок закрытый газал закрытые галки прям даже даже не должен увидеть этого броска по идее даже есть садится там как василевский между ног высматривает но не должны видеть а тут реагирует прямо воротарь значит видел бросок ну все шелчок прошел конечно но это редкость тоже из-под заметьте из-под защитника вот из-под защитника голкипер то есть не увидел бросок то те посмотрю общем с реагировал на него в реальной жизни среагировал бы последний момент если бы так наверное да видите тут защитника вылетает и перед ним игрок стоит вот здесь да когда он шайбу увидел вот здесь видите рука пошла только реакция началась но уже поздно было маркстром как стоял у меня какой-то там 86 деревянные так и стоит голкипер и конечно в этой игре интереснее же намного было играть как фифе там столько всяких игроков по моему 11 тысяч игроков и столько разных у них способностей и карточки интересные есть а здесь сняли со щелчка за что-то удаление а у меня до назовем это видео влияние компьютерных игр на здоровье здесь у нас предлагаю обсудить то что я в начале видео рассказывал вот эти все витамины адреналины и все такое а в интернет если вы зайдете там столько версии разновидностей от этих дел где правда надо какой-то красивый гол забить что-то такое типа лакросса наверно да вопрос я уже давно не практиковал а можно было бы лакросс на выходе один на один даже такой пугал кипер наш так как перевернул спас маркс там сейчас вот канела бежит у меня не не убежит надо кого-то убежать и лакросс голос буллита забить сейчас попробуем нашу кто-то в отрыв ушел а наверно не получится потому что нужно типа грецкого кого у кого деке высокий но не берет на кружку хотя опасно весом ой но все же 8 минут 38 секунд осталось идем мы матч близится к завершению вот так провести весь вечером уже наверно не получается чтобы было интересно помню несколько лет назад все-таки не просто не в прошлом году прошли но был были моменты когда хоккей удовольствие приносил неудобно в девятку такие в жизни голы забиваю воротари всегда садится когда так заезжаете сбоку и у него над плечом прижимается к штанге над плечом всегда дырочка такая у меня фирменный гол но это мне научили кхаловцы сам-то я до такого не додумался глеб такой но так как в обычной жизни в девятку но не получается до ближнего закатать вот как кибер котлетки эти делают тоже не получается без объездном ворот даже вот и когда калкипер не держит так часто гол забивает но я видел в онлайн играх но я не понимаю как это как это не так делают ни разу не получилось объехать ворот и забить гол но я имею ввиду случайно было пару моего раза так как они делают это вон минуты left сейчас английским уже нельзя пользоваться поэтому это значит что одна минута налево 1 минуты можно идти налево спать хэдман защитник в этом году так и проявлять себя как прошлом но здесь в этой игре конечно он до всех сносит до сих пор как и тюкин 89 у меня дотронулся до человека он упал и полчаса лежит все ребят давайте пишите ты чё думает по всяким этим витамином выделением адреналином и так далее так у нас два голода развито за игроками мессия сидания макдэвид капризов спасибо всем за внимание все увидимся в комментариях пока пока да все пока